Так, ну, я, пользуясь случаем, хочу еще сказать по поводу сказанного Андреем Юрьевичем про эффект Хиггса и положительных эффектов в интерферометре Маккельсона. Я не буду сейчас вдаваться в обсуждение, а хотел сказать, что мы как раз критикуем эти утверждения о том, что эффект Хиггса вообще имеет место в интерферометре Маккельсона и что он может дать положительный эффект. А единственной причиной отрицательного результата опыта Маккельсона мы считаем сокращение Лоренца, в его виде, в котором оно написано у Лоренца. Ну или у Фиджереля. Возу-то листкирует, да? Да, но не сейчас. Так у меня же микрофон. Так, ну, сегодня я вам хочу рассказать про один эксперимент, который мы провели в прошлом и в этом году. Вот, собственно, с чего все началось. Ну, сначала, собственно, о чем разговор, что такое векторный потенциал и как он может влиять вообще на распространение света. Вот по классике, ну, векторный потенциал вводится для объяснения индукции магнитного поля, что магнитное поле является ротором некоторой векторной величины, которая называется векторным потенциалом. Ну и для калибровки, собственно, в электродинамике имеется два способа описания. Это калибровка кулона, когда дивергенция векторного потенциала у нас равняется нулю. Ну, или менее очевидная, но тоже полезная в некоторых случаях калибровка Лоренца, которая входит также в скалярный потенциал электромагнитного поля. Здесь, собственно, все написано. Кстати, я делал ремарку, чтобы правильно набрать внимание. Это не тот Лоренц, который мы все знаем. Это Лоренц. Это Людвиг Лоренц, который живет чуть-чуть пораньше. Хорошо. Ну, и для наглядности написано, куда, собственно, входит скалярный потенциал электромагнитного поля и векторный потенциал магнитного поля в классических уравнениях электродинамики. Собственно, всегда векторный потенциал магнитного поля считался фиктивной величиной, введенной для простоты решения уравнений. Однако, примерно в середине XX века неожиданно было предсказано, сначала теоретически, потом тут же измерено экспериментально, буквально с разницей в год, что векторный потенциал в отсутствии магнитного поля, но понятно, что такое возможно, если магнитное поле является ротором векторного потенциала. То есть, может быть случай, когда ротор равен нулю, но сам потенциал не равен. Именно для такого случая, значит, аронов, бомб, ну и еще некоторые люди, я не буду о них говорить, считается, что они раньше этот эффект предсказали. Было предсказано, что такой векторный потенциал может влиять на частицу, обладающий магнитным моментом и зарядом. Вот. Явление называется «эффект аронового бомба». Ну и было подтверждено в 60-м году экспериментально. Вот этот эксперимент, вот здесь на него ссылка, проведена в физрефлеттерс. Был подвергнут критике поначалу. Ну и спустя 26 лет он был проведен на совершенно новом уровне, со сверхпроводящими катушками и так далее. И, собственно, никакого повода сомневаться в реальности этого эффекта нет. Собственно, в чем эффект состоит в том, что заряженная частица, с имеющим магнитный момент, пролетая в векторном потенциале, не имеющем даже магнитного поля, приобретает дополнительный импульс пропорциональной заряду частицы и векторному потенциалу. Так, это мы назад. Вот. Ну, собственно, в некоторых теориях, которые связаны с эфирными воззрениями и аналогиями с гидродинамикой, мы можем, да, вот эту аналогию четко проследить. Значит, у нас существует, ну, например, уравнение движения идеальной жидкости, вот в таком виде это уравнение Эйлера. Здесь, соответственно, В, это поле скоростей, РО, плотность жидкости, Ф, давление. Вот. Значит, если жидкость не сжимаемая, РО, константа, и дивергенция скорости равна нулю, ну, и мы можем перенести просто вот этот член в правую часть, ну, и увидим, что вот эта вот вещь вся вот так вот выглядит, и похоже, в общем-то, на классическое уравнение электродинамики, ну, если просто сделать замену соответствующую. Вот. При этом получается, что здесь скорость выступает именно аналогом векторного потенциала магнитного поля. Вот. Это, как бы, я не буду обсуждать, собственно, недостатков этой теории. Конечно, они есть, их довольно многочисленные, но само предположение о том, что векторный потенциал может быть связан с каким-то движением среды, то есть с движением эфира, вот именно эта гипотеза и проверялась, собственно, в эксперименте. Ну, значит, что мог бы дать эксперимент по влиянию векторного потенциала на распространение света? То есть, ну, во-первых, там вот было у меня написано, что опыт аронного бомба и вообще, ну, эффект аронного бомба считается чисто квантовым эффектом и является подтверждением квантовой механики в какой-то степени. Вот. Поэтому, соответственно, он действует на заряженную частицу, обладающую магнитным моментом, ну и так далее. Если бы мы на практике наблюдали влияние векторного потенциала на движение, на распространение фотонов, то тут могла бы быть интерпретация в рамках стандартной модели, то есть, что, например, фотон обладает каким-то зарядом. Ну, к примеру. Тогда на него может влиять векторный потенциал. Ну, либо он имеет массу. Вот, например, есть статья 2007 года, в которой определен таким же способом верхний предел массы фотона, очень маленький, там, 10 минус 50 пирус. Вот. Таким же способом и, ну, чуть-чуть по-другому считается, что заряд фотона 10 минус 18-ый от заряда электрона и не больше. Вот. Вот. Ну, понятно. Но если бы мы... То есть, другая интерпретация в рамках эфирных моделей, мы могли бы такой результат интерпретировать, как действительно, что внутри, то есть, что векторный потенциал является движением, то есть он переносит или импульс эфира, или это его поле скоростей. Вот. Соответственно, эксперимент, который мы будем здесь рассматривать, устроен он следующим образом. Ну, у нас имеется интерферометр Саньяка, то есть кольцевой интерферометр. Вот свет от источника делится на полупрозрачные пластинки. Один пучок, значит, таким образом кольцо проходит, другой встречный. К нему они выходят, ну, и здесь второй пластинкой просто отклоняются в сторону, чтобы мы могли независимо наблюдать интерференционную картину. Вот. Ну, и здесь в плече в одном расположена катушка тероидальная, в которой, собственно, по веткам идет ток. Вот. Задача, соответственно, измерить разность скоростей света вдоль направления векторного потенциала и в обратную сторону. Вот. Ну, тут поближе рассмотрим, что, собственно, в катушке происходит, точнее, на ее оси. Вот это разрез как бы этого тероида, а вот здесь показано направление векторного потенциала. По установке опыта, вы сказали, интерферометр Саньяка. Вообще, какой опыт Саньяка связан с вращением? Интерферометр Саньяка. Это оптическая схема интерферометра, которая предполагает кольцевую схему. Да. Вот. Значит, вот здесь есть векторный потенциал, который мы считаем, что некое влияние, то есть скорость эфира пропорциональна как-то самому векторному потенциалу. Соответственно, вот у нас один пучок, который проходит здесь, ну, близко к оси катушки вдоль направления этого движения, и второй в противоположную сторону. Вот. Если L, то у нас длина катушки. V это реальная скорость эфира, C скорость света. Лямбда длина волны света. Ну, получаем, что скорость света относительно прибора в одном луче C плюс V, вот в первом. Во втором C минус V. Ну, и, соответственно, разность фаз. Если мы только члены первого порядка будем считать вот такую формулу. То есть мы должны наблюдать эффект первого порядка. По скорости. Единственное, ну вы здесь имеете магнитное поле, а как бы пришли сразу к потенциалу. Значит, на той же этой системе она дает вам магнитное поле. Катушка тороидальная. Магнитное поле у нее, вообще-то, если бы она была идеальной, все сосредоточено внутри. Сейчас я все расскажу. Там тороидальная полностью. Я сейчас будет фотографию. Ну, потом вам вопрос скажу. Я как бы сюда запечатать трудно, что у вас комплекционный потенциал. Гипотезы. Монетного поля не изучает. Я именно гипотезы. Чистое вещество 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 вещества вещества. Ну, так можно посчитать. Вокруг всей катушки есть векторный потенциал, ротор которого равен нулю. Ну, вы опять, давайте не будем сходить. Да, да, да. Я вам сразу вам дать ему заточить. Интересно. Товарищи, дать ему заточить. Интересно. Не обращайте внимания, говорите, что я хочу. Вот, собственно, экспериментальная установка. Такой у нее вид. Вокруг, ты видали катушку, где поле могли. Давайте поехать на функционал. Вот это вот стеклянная часть, это сам интерферонтер. Он сделан из сетала. Это материал с нулевым коэффициентом теплового расширения. Ну, зеркала закреплены вот на январовых вставках. Соответственно, это лазер, это блок управления схемы. Это разрядник, которым возбуждалась катушка. Значит, тут, правда, плохо видно. Вот это с обратной стороны, вид снизу этой стеклянной пластины. Вот это вырез для катушки. Вот, собственно, катушка, она прикручена к столу. То есть, когда он на нее одевается, не прикасается к катушке. Вот. Соответственно, там свет проходит. Вот, и когда он поставлен сюда, то свет проходит на три катушки. В противоположных направлениях. Здесь просверлены каналы. Так, в принципе, на фотографиях было видно. Здесь не знаю. Вот этот вид сверху. Сюда крепится приемник. Приемник, вот он был здесь показан. ПЗС-матрица астрономическая. Очень высокого качества. С шумом два электрона. Ну, короче, хорошая вещь и дорогая. Класс. Вот. Вот фотография катушки сбоку. Она надета на трубочку такую. Имеет 40 витков. Сечение провода 1 мм. Медь. Вот. Намотана так, чтобы как можно больше избежать появления магнитного поля вокруг. Ну, ротора А. Толк и скучно? Да. Сейчас я покажу, как он работает. Так, ну здесь характеристики. Собственно, корпус сделан из материала с нулевым коэффициентом расширения. А правое зеркало зенуара сделано. Сами зеркала из плавленого кварца покрыты золотом. Мы просто, где покрывали, сказали, мы вам быстро золотом только можем сделать. Сделали золотом. Полупроводниковый лазер с длиной волны 650 нанометров. Камера. Вот так она называется. Ну, катушка, соответственно, на текстолитовой основе. Медный провод. Максимальный топ, который мы в него можем подать, 160 ампер. Сот. Импульс только что-то. Да. Импульс. Сейчас я покажу характеристику. Ну, при токе, то есть ток возрастает, соответственно, экспоненциально. И существует плато, на котором он постоянный. Вот в момент, когда 160 ампер протекает ток, на оси катушки возникает векторный потенциал. 5 на 10 минус 4 тесла на метр. А в самой катушке внутри тароида магнитное поле порядка 1 десятый тесла. То есть это довольно большое поле. Однако вот насчет магнитного поля я специально проверял. То есть когда включается катушка, слышен отчетливый щелчок. То есть удар акустический. Она расширяется. И это, конечно, нехорошо, потому что акустическая волна по интерферометру проходит. Но вот здесь показана вот эта вот диаграмма как бы нарастания только в катушке. Вот у нее постоянный участок. А вот. И ставили компас рядом с катушкой. Ну, не видели, не успевают. Либо не успевает среагировать, либо магнитное поле отсутствует. Компас не реагирует. Ни в каком месте вокруг. Вот. Значит, как работает один цикл этих электрических схем? Половские датчики. На матрицу подается... То есть она начинает экспозицию, открывает затвор, который на ней подается сигнал в контроллер. Значит, когда затвор открыт, контроллер ждет 500 микросекунд. Потом включает катушку. Ток в катушке... Ну, мы заранее померили, за сколько он нарастает. Через 100 микросекунд, когда уже вышел на плато, включается лазер. Во все это время затвор открыт. Он светит 250 микросекунд. После этого выключается катушка. Ну, и там через какое-то время закрывается затвор. Что мы хотели... Ну, что мы ожидали от этого эксперимента? Значит, устройство работало следующим образом. То есть подряд... Матрица что? Она делает экспозиции. Одну, вторую, пятую, десятую. Там 1800. Схема электронная распределяет ток в катушке. То есть пять первых отсчетов тока одного знака. Пять следующих, другого и так далее. Вот. В итоге, если есть влияние на векторного потенциала, на распространение света, у нас то один луч опережает второй. Ну, должны видеть какую-то ступенчатую функцию. Такую пилообразную. Это как бы то, что... Здесь вот эти числа, они ничего не означают. Это просто относительные какие-то единицы. А вот. Значит, это то, что мы ожидали увидеть. То есть должен быть период в 10 экспозиций наших. Вот. Снималось примерно... Не примерно, а точно 1800 экспозиций. Вот. Значит, так как измерение обрабатывалось... Вот это снимок полос. Ну, естественно, это не вся матрица. Там она большая. Это из нее кусочек взят для упрощения обработки. К тому же, там на других участках видны дефекты. Вот. Выбирали получше и близко к оси. К катушке. А вот. Значит, картина обрабатывалась путем аппроксимации модельной функции. Ну, модельная функция включает в себя интегрирование по пикселям. Она довольно громоздкая, я не с того ее писать. Оценочная точность примерно 5 на 10 минус 6 интерференционной полосы. Это же бешеная точность. Это не бешеная точность, как известно. А края размуты, между прочим. В интерферометрах Лайга... А мы не Пакара, тут в определении участвует вся картинка. А вот. В интерферометрах Лайга точность 10 минус 21. Как-нибудь я прочитаю доклад о том, как это работает. Может быть, и больше точности. Потому что динамический диапазон вот этого приемника, это примерно, ну, 16 бит минус шум примерно 50 тысяч. Соответственно, если вы накапливаете фотонов там примерно под динамический диапазон, у вас и получается 1,50 тысячная. Плюс еще здесь сколько всего света-то. То есть, точность реальна. Значит, всего мы, ну, таких реальных экспериментов, где все удалось, около 15 штук, было в разные дни. Вот. Соответственно, в один день это все происходило долго, потому что катушка сильно греется, надо ждать, чтобы она остыла. Поэтому промежутки между измерениями там, ну, по 20 секунд иногда были. Вот. Ну, не охлаждали. Ну, дело в том, что материал, из которого интерферометр, сделан малочувствительным к прогреву, поэтому мы, ну, не сильно озаботились этим вопросом. Вот. Значит, раз в день мы снимали 10 серий по 1800 снимков. Соответственно, у нас по 180 таких ступенек должно быть в каждом. Вот. Ну, были тренды, которые прогревом вызваны. Мы их устраняли, полиномиальные регрессии, вот. И усредняли сначала все 10 серий, а потом искали там свертку, делали по 10 кадрам. Ну, вот, как бы, вопреки ожидаемому результату, вот это средняя, к примеру, одной серии из 10 серий по 1800 измерений. Соответственно, это номер отсчета. Вот, это уже положение полос. Вот здесь, ну, на 10 минус 4 вот эти единицы. Вот распределение, отклонение. Ну, если бы было, как мы хотели, здесь два пика было бы. Вот. Ну, может быть, точности еще не хватает. Соответственно, здесь примерно одной на 10 минус 4 полосы соответствует ширина этой линии. Вот. Из-за чего это происходит? Ну, во-первых, прогрев. Во-вторых, акустический удар, он отчетливо слышен, даже с большого расстояния, поэтому явно оказывает влияние. А среда какая была? Воздух? Воздух. Воздух, конечно. Да. Ну, и вот по этой же серии сделана средняя, то есть вот по 10 отсчетам. То есть мы должны были бы иметь там что-то вот такое. Ну, как видно, ничего тут такого нет. И точность, которая здесь в итоге при усреднении достигнута, порядка 10 минус 6 полосы. То есть величина ступеньки, если бы она была, ну вот, грубо говоря, взяли средняя здесь и средняя здесь. Вот. И она равна примерно 5 на 10 минус 7. Вот. При этом среднеквадратическое отклонение это большое, то есть 3 на 10 минус 6 полосы. Вот. И что можно сказать по результатам, что, ну вот, возьмем ту формулу, которую я посчитал по расчету эффекта. Если в пересчете уже на скорости эфира в катушке, то максимальная скорость эфира, которую мы могли бы здесь декларировать, это полмиллиметра в секунду плюс-минус 3. Вот. Сминуты включили эфира? Эфира. Для проверки точности мы также проводили эксперимент. Ну, все то же самое делали, только катушку не включали. Там никаких трендов, ничего у нас нет. То есть все ровно, и, соответственно, мы достигаем, ну, вот эта точность 3 миллиметра в секунду, которая здесь достигнута, если бы не было ударов в катушке, могла бы быть на порядок лучше. А плюс-минус 3 чего? Миллиметров в секунду. Как это получается, что вечно раз она меньше, чем поменьше? Ну, так. Это средняя, это дисперсия. И она сюда сколько? Минус 2,5? Минимальная значительность, да? В общем, 0. 0. С точностью 3 миллиметра. Если ошибка больше измеренной эфира, значит, он 0. Ну, да. А вот. Значит, ну, у нас возникла идея, что сравнить скорость, точнее, векторный потенциал для скорости эфира со скоростью движения зарядов в проводнике. Были некоторые соображения, что эта скорость должна быть порядка скорости движения зарядов. Поэтому мы думали, соответствует она с нашими оценками или нет. Вот, произвели оценку для наших медных проводов при нашем токе. Получили, что скорость примерно 7 миллиметров в секунду. То есть мы уже под нее опустились сильно. Вот. Ну, соответственно, вывод. Неутешительный эксперимент показал, что движение эфира на оси катушки терроидальной отсутствует при этих параметрах, но с точностью, скажем, там до миллиметров в секунду. То есть то, что мы... Скорости, о которых мы говорим, они в 14 раз меньше, чем скорость движения зарядов в проводнике. А вот. Сейчас просиму. Благодарю. Спасибо.